итак дорогие друзья здравствуйте с вами валерий бувсыновский ребят сегодня поговорим о ubuntu я смотрю свой канал и здесь есть видео есть вид видео допустим linux ubuntu мои впечатления видео три года это значит было тогда какой там год ну сейчас 18 14 так вот ребят что надо сказать вот за эти три года я читаю комментарии там люди пишут допустим там ну такой вот если процитировать да там говно ваш linux и так далее ребят я не буду обращаться к тем людям которые принципы не знают зачем им система linux я на сегодняшний день буду говорить с людьми которые хотят нечто большего от интернет нечто большего от программирования например сайт spb-tut.ru здесь больше часть уроков на под windows ну линуксоиды сами делают а вот школа котлин то есть где идет котлин android studio блокчейн здесь сразу я с первых шагов рекомендую устанавливать именно linux почему ну давайте поговорим вот сейчас о некоторых вещах которые я хочу вам донести я не говорю в школе вот своей школе что вы знаете там а как вы думаете linux это плохо или хорошо ребят я просто констатирую факт для особенно для программиста нужен ли linux это однозначно и это не обсуждается почему должна быть система воспринимаем на слух который управляется полностью командной строки то есть вот как это можно было бы выразить схематично linux это по сути дела только ядро да поэтому отвечаем сразу на вопросы новичков которые начинают работать linux а вот если я буду заниматься программированием то с какой системы linux мне начать ребят с любой ядро linux это ядро просто я рекомендую ubuntu почему потому что всегда масса ответов очень полюбилась людям она проста и ну не проходит там 35 минут чтобы не найти ответ если что-то не работает сразу говорю почему linux сложен вы знаете ну вот когда я написал видео там три года назад до этого я тоже пробовал linux но если и вы знаете я не понимал linux ойдов которые говорят я не могу работать windows до windows у меня есть но он есть в значится виртуальной машине просто мне некоторые вещи нужно делать по своему и п и я бы грубо говоря не хотел этим вещами засирать linux да то есть там строить строить вещи которые работают чисто под windows мне проще это сделать виртуальной машине так вот я вам скажу правду что действительно если вы научитесь работать с linux то windows вы не вернетесь ребят вот смотрите вот сравнение вот это у нас linux да это ядро далее идет сборка под себя при этом собирается все то есть я допустим настроил у меня отлично работают там php my админ да ребят это все можно сделать windows но какой кровью в linux мне не приходится мне очень легко удобно работа с гид да это можно делать делать windows но это будет всегда вызывало у меня какие-то мелкие вечно шероховатости здесь я не вот настроил систему и больше я не отвлекаюсь я работаю я работаю работает он очень быстро работает он надежно но самое важное то что мы начинаем собирать под себя то есть каждый блок мы начинаем собирать и делать из linux то есть свое как бы вот мы хотим вот я допустим программирую до python kotlin сейчас java уже подключился то есть и я собираю под себя linux таким образом чтобы мне это было комфортно то есть по сути дела и в конце концов ребят что происходит в конце концов вот это вот ядро она превращается в сам linux и перекрывает этого никогда не получится сделать windows windows пользовательская система что я вкладываю под это слово она понимает командную строку только по сути дела для исправления каких-то ошибок для программирования себя но нельзя взять и выстроить windows под себя именно сделать каких-то направлениях мы единственное что можем делать windows это навешивать ярлыки грубо говоря устанавливать программы и получается подстраиваться под windows мы никогда не будем хозяином windows мы никогда не будем уверены что то или иное приложение будет работать то есть windows я много лет программировал работал в ли в windows и мне постоянно приходилось подстраиваться плохо или хорошо на самом деле ответ тремя тривиальный у меня сейчас не стоит задача сказать вот windows плохой линдус хорошей windows хорош для человека который первый раз увидел систему да там пока нет ошибок будет работать потом дав линук забываешь про иры про реестры дефрагментацию просто система работает и работает по сути дела вот этот вариант windows для программиста не приемлем вообще не приемлем и вы знаете ведь я скажу откровенно что еще до 2014 года у меня были попытки освоить линукс но будем говорить так я не знал зачем я не знал зачем почему потому что всегда возникает сложность с той же командной строкой понятно что windows командной строки нету и большинство пользователей windows этой командной строки боится ребят но если вы программист то командная строка для вас благо вы поймите теперь получается что вот с этой командной строки которая действительно очень крутая и которая изменяет все системе под себя может ли разобраться новичок в линукс ребят ну когда знаешь знаешь зачем вот допустим на сайте kotlin я говорю ребят хотите хотите геморроя делайте до windows это дело ваше я все показываю только под линукс потому что по-другому не получится я не готов больше тратить времени в пустую программиста и вот заметьте вы все смотрите телевизор показывают программистам международного уровня вы когда-нибудь видели чтоб у них windows был никогда и и вы знаете что да это факт но я сегодня могу сказать такое когда-то я читал в комментариях да что я не могу освою линукс я не могу вообще вернуться к windows даже что-то делать ребят это правда я не думал что со мной это произойдет я думал что эти люди хотят навредить они хотят какую-то гадость сказать да нет ребят просто само удобство например удобство с разными вещами абсолютно с разными совершенно с разными значит удобство удобство его ничем не заменишь когда система тебя слушает и понимаете сейчас откроется интеллиж значится вот здесь я работаю вообще скотлинг да но мне понадобился маркдаун я просто-напросто так как линукс вся система понимает меня да то я сразу просто запустил маркдаун сайте в среде где нету даже вот как здесь библиотек библиотек пайтон да то есть нет библиотек пайтон здесь вообще java но я легко просто вставил сюда в код но мне надо было help help это не тот проект где этот проект вот мне надо было котлинг докс это вообще маркдаун но я знал что у меня маркдаун стоит в системе и поэтому он сразу заработал то есть это мелочи но эти мелочи важны windows мне пришлось бы городить виртуальное окружение всовывать да можно было люди придумали для windows там отдельно установить плагин python в общем кучу гоморроя по одной простой причине что программисту нужна система которая управляет с командной строки либо вы работаете делая систему по себя она становится единым целым с вами да то есть все что вы делали оно превращается в единое и оно все внутри либо вы работаете с windows и просто цепляете некие программы и постоянно мучаетесь если вы собираетесь стать программистом то просто в любом случае вам придется работать с linux linux когда вы пройдет вот этот этап когда вы поймете как это работает когда вы немножко потренируетесь на самом деле это надо поставить себе за три месяца стать уверенным новичком я видел школе людей вот человек пишет комментарии да сейчас где-то я его найду не найду но он короче дописал что может она в почте так 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 в общем человек на этом и наверное я сейчас не найду в общем он написал примерно следующее 5 месяцев назад для меня Ubuntu было установить как космический корабль на сегодня человек работает с Ubuntu пишет на двух языках уже на Python, на Kotlin и работает с Linux поэтому наверное цель моего видео было сказать не потому что Linux там хороший или плохой я этот вопрос вообще не ставлю ребята, я просто говорю что например для работы с некоторыми вещами тот же блокчейн там все написано под Linux вот и работа другим образом просто это было бы безнадежная потеря времени да, на Windows оно будет работать но я говорю, готово мучиться, вперед я только на Linux так вот, я не ставлю вопрос плохой, хороший я у вас ничего не спрашиваю я просто констатирую факт программисту нужна система которая управляет с командной строки что я сделал в свое время я работал, потом что я сделал я просто взял и перенес все проекты на Linux мне ничего не осталось как научиться именно в начале было сложновато будем говорить так я где-то что-то недопонимал просто Linux настолько своеобразен да, но когда ты начинаешь понимать его суть просто начинаешь каждый день работать в нем то это становится очень быстрым очень коротким очень понятным и самое главное что он работает как танк он работает как танк да, вот настроенный Linux он уже ни вправо, ни влево он всегда будет выдавать то, что вы хотите легкое переключение между библиотеками легкое добавление великолепное мощнейшим, конечно, на первом этапе перехода для меня стало это программа SystemBug почему на первом этапе, как правило мы много чего можем напортачить запортачить так вот в Linux можно то, что невозможно в Windows а что вот эта программа она спасает грубо говоря если я создал точку сохранения да, а потом напортачил в системе новичка это он напортачит обязательно вот, допустим, в Windows вы не можете если вот вы работали с Windows да, я не говорю о копиях я не говорю о бэкапах и у вас полетела система вы не можете поставить систему с нуля да, вам придется устанавливать все программы снова а я имею ввиду в Windows не получится установить систему с нуля а потом взять старую точку восстановления с другой системы с прошлой и получить старую систему а вот в Linux это возможно потому что одно ядро то есть, грубо говоря если у новичка летит система по первости я хотел сделать то, то то есть не всегда понимаешь по начальному этапу что делает меня спасала эта утилита по сути дела ну, например слетела система что я брал я переустанавливал систему с нуля потом home папка у меня сохраняла всегда я написал уроки на этом сайте kotlin.lang.spb.tr тут есть быстрый старт с Kotlin Android Studio тут есть и по Linux да, советы по SystemBug как там диски разбивать наши участники писали после чего я с home брал вот эту точку восстановления устанавливал программу она находила точку восстановления и через несколько секунд у меня старая система которая была до этого со всеми программами софтом она опять рабочая ребят, конечно меня это сильно тогда удивило потому что в такой же ситуации Windows мне пришлось бы если у меня нет бэкапа пришлось бы по-новому устанавливать все программы то есть все настройки приводить а здесь это дело нескольких секунд это удобно ребят начал я начал я и я рекомендую здесь в школе начинать к Subuntu к Subuntu это Linux система просто рабочий стол таким образом устроен что все управляется с мыши то есть по сути дела людям которые переходят с Windows он понятен потому что все можно настроить мышью и очень легкий переход я был год на к Subuntu и дальше можно оставаться но потом просто я понял у меня получилось под себя полностью настроить Ubuntu и ну мне так больше понравилось да уже чистую Ubuntu но начать надо с к Subuntu при этом вы можете установить Ubuntu потом просто как оболочку к Subuntu и у вас будет доступно и Ubuntu и к Subuntu ну я долго не мог понять как мне будет удобно работать на сегодняшний день мне очень удобно здесь все плюшки допустим мне надо для обслуживания одно вылетает окно для программирования другой набор программ ну все я то что нужно для себя подобрал но самое важное что еще раз говорю что теперь вся система я четко понимаю что хозяин системы именно я управляю этой системой я с командной строки я могу достать до любого места я могу изменить систему Linux такой что там ты каждый день узнаешь что-то новое занимаешься и это очень классно ну вот что я хотел рассказать о Linux ребят ну а те кто начал с этого видео ой тут у меня кошечка пришла моя так вы видите удобно я вот мне так удобно я настроил что я могу в любой момент получить все открытые окна и быстро перейти к чему мне нужно вот в данный момент мне нужно вот это там настроек очень много вообще можно настолько будет и автоматизировать много чего можно и все 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 в общем просто надо поработать а кто начал с этого видео вот следующий момент ребят значит смотрите когда вы переходите сайт spb-retout.ru то вы обязательно увидите ссылку хотите стать программистом читайте эта ссылка будет в описании видео здесь и особо собрал разные статьи по программированию и здесь есть много рекомендаций по изучению двух языков вот я сегодня писал потому что в школе уже появились люди которые в принципе за 5 месяцев начали писать на двух языках пусть это еще не очень профессионально но они начали это реальные совершенно люди и я сегодня просто доделал как я раздел и начаться сейчас я важное прочитаю воспринимайте на слух я говорю ребятам хотя основная моя работа это пайтон и джанг да еще раз напоминаю школе ребята сайт котлен развивается очень спокойно это значит что без труда можно идти по ходу написания урока выучить результат должен быть написание приложений с блокчейн но так как изучаем еще и пайтон конечно можно будет подключать джанга как сервер часть написать хоть свою криптовалюту еще раз говорю что многие меня не слышат вот на это ребята я хочу обратить внимание или не хотят слушать если вернуться 8 лет назад я бы начал сразу изучать два языка не упирайтесь в один язык так как никогда не стать профи изучение двух языков ребята глобально меняет наш мир отношения к языкам и снимает барьер между языками но первый шаг к этому изучение двух языков почему выбран котли здесь верно думать не о языках давайте я не буду читать я сейчас объясню что я хотел выразить здесь важно думать о рынках понимаете когда вы программируете несколько лет потому что я много отвечал у новичка как стоит вопрос как правило извините что после линус к языкам просто ну мы говорили о линус как системе для программирования поэтому это будет важным так вот смотрите со времени начинаешь понимать что какой как выбирать язык вообще именно для рынка пользователей современного времени и вот здесь отличная сборка python он перекрывает серверную часть например инстаграм написан серверная часть на джанго а мобильная часть на джава да то есть а джанго это python как вы понимаете на инстаграм весь мир то есть доказало свою эффективность на практике так вот когда мы берем python мы перекрываем серверную часть на например на сегодняшний день в россии в белоруссии начинают в китае уже давно вводиться такие вещи как камеры отслеживания лиц чтения по лицам все это написано на python на библиотеках машинное обучение но работает оно со скоростью си почему потому что все эти вещи обрабатывает нумпай нумпай написано полностью на си да только привязки там python и она работает очень-очень быстро то есть на python мы перекрываем машинное обучение мы перекрываем серверную часть мы можем писать программы на python можно написать все или почти все но например мобильный рынок будем говорить так удобно полностью не не эффективно организовывать на python почему потому что все-таки мобильная часть требует других вещей немножко и когда мы думаем о мобильном рынке конечно здесь лидер это android studio да android studio и здесь сегодня работает kotlin kotlin это следующий шаг развития java я часто показывал чтобы понять разницу между python и kotlin это очень просто сделать мы просто берем и смотрим код вот код на kotlin одна строка а вот на java 40 строк это одно и то же ребят ну конечно есть разница просто kotlin весь этот код тоже сделает только он это сделает без нас автоматом как python это и есть следующий раз следующий шаг развития java при этом он полностью совместим так вот kotlin мы перекрываем мобильный рынок и у нас появляется возможность и работать с java а теперь подумайте о себе как о программисте который знает три языка первый это python второй kotlin и java по необходимости надо не надо потому что практически все можно писать на kotlin ну допустим когда нужен java надо перевести приложение android studio на иос да тогда нам придется подключить библиотеку java и сделать чтобы скомпилировано было не под android а под иос да поняли меня и чем дальше тем он становится круче и проще и по сути дела действительно это уникальная вещь это язык который в общем не буду я продолжать вас убеждать я просто говорю что делайте себя многопрофильного программиста потому что очень много вещей которые сразу при изучении первого языка мы не понимаем какие-то вещи ну например когда я изучал python я изучал функции я думал функции и функция только когда я начал когда-то смотреть там java script другие языки я оказывается тогда понял что функции могут быть разные там первого уровня и так далее и так далее и вот тогда-то приходит настоящее понимание да когда мы понимаем я вот сегодня если бы надо мне язык если бы я посмотрел да я бы смотрел уже ключевые понятия и уже бы я знал как писать мне бы не надо даже грубо говоря язык смотреть так вот все эти рамки снимаются когда вы изучаете несколько языков но я еще раз сказал ребята думайте о языках не о как языках а о рынке ну например нет смысла учить и Python и Rubin потому что на Rubin и то на Rubin там нет столько библиотек машинного обучения то есть здесь Python выигрывает а так остальное можно равнозначно сделать поэтому грубо говоря два одинаковых языка с динамической типизацией это было бы просто выброшенное время достаточно Python а вот если мы подключаем к Python Kotlin то есть мы берем при помощи Python всю серверную часть а сегодня это лучше нету да при помощи Kotlin всю мобильную часть то есть у нас и рынок интернета и рынок мобильный мы вкладываем правильное усилие при этом Java это все таки надо считаться что это сегодня один из самых популярных языков как получить ответ на вопрос да язык привязан к платформе Kotlin официально привязан к Android Studio то есть сколько будет существовать система Android сколько будет Google столько будет популярен Kotlin то есть ребят ну это же простые очевидные вещи понимаете в принципе я тоже об этом не задумывался пока разработчики JetBrains это вот не объясняли почему Java что это платформа почему Kotlin будет жить потому что его сразу привязали к платформе да то есть официально почему Python да потому что Python на нем завязано машинное обучение потому что он внедрен в университеты то есть это язык который на котором можно и учиться и который при правильном подходе становится очень мощным инструментом а Ubuntu там вообще поэтому установлен то есть все очень круто в общем если вы начинаете только да то переходите на сайт spb-retout.ru и получаете доступ здесь недорогой по жизни доступ начинаете заниматься но все-таки я рекомендую заниматься с двумя языками почитайте вот эти статьи да тут очень много интересного я собрал чтобы вы получили ответ на все вопросы спасибо за доверие с вами был Валерий Бусановский ну что хотел рассказать вот это вылилось с души да то есть ребят я надеюсь что многие смогут сегодня все-таки взять еще раз попробовать Linux и сказать да он мне нужен я хочу быть настоящим программистом я хочу создавать свою систему ребят спасибо успехов спасибо спасибо спасибо